Говоря о дронах, я имею в виду практически две вещи. Первое. Доступность этого оружия. Доступность для любой, даже самой небольшой страны. И эффективность этого оружия. Как с точки зрения тумана войны, первый пункт. Так и с точки зрения конкретного воздействия на противника. Но на самом деле ситуация с дронами, на мой личный взгляд, уже в следующую войну коренным образом изменится. С одной стороны, появятся более или менее адекватные способы борьбы с ними. А с другой стороны, взаимодействие человек-дрон, или, например, техническая единица, танк, бронемашина, самолет, дроны, станет гораздо более тестом. Настолько, что можно будет говорить о переходе к би- или полисистеме. Именно на этом взаимодействии, собственно, и будет построена опережающая тактика. То есть, говоря совсем простым образом. Вы хотите сделать наступление неожиданным для противника, вы используете преимущество в числе дронов, в темпах их работы и в их связи с наступающими группировками. Только это дает вам возможность начать наступление без колоссальной длинной артподготовки и успеть продвинуться раньше, чем противник успеет отреагировать. То есть, ваши подвижные войска снова становятся подвижными. Но для этого механизм взаимодействия человек-дрон должен резко измениться. Это уже не ситуация, оператор управляет дронами с помощью тех или иных приборов, очков, джойстика и так далее. Это в известной мере ситуация, когда дрон является пальцами оператора или его глазами. То есть, я говорю сейчас не об нейроинтерфейсе, эти задачи могут сейчас разным способом. Я говорю о содержательной стороне дела. Но, и это очень важно, не один дрон, а большая группа дронов. А это требует, между прочим, серьезных изменений в мышлении, в работе мозга с внешней информацией. То есть, как это не парадоксально, война вынуждает нас готовить особый вид солдата, технических специалистов армии. Способных работать с очень большими информационными потоками. И если раньше это была прерогатива двух-трех великих штабистов, каждый из которых мог иметь звание майора или полковника, на которого любой генерал знал по имени-отчеству, то теперь это то, что будет нужно в каждом окопе, и не в количестве одного человека. И это совсем другие требования к людям. Следующий момент. Если человек с этим справиться не сможет в массовом масштабе, то это означает, что картинка будет строиться по-другому. Есть человек, есть система дронов, и есть между ними в качестве интерфейса искусственный интеллект высокого уровня. Человек в этом случае связывается не с дронами, а с искусственным интеллектом. Но результат мы получаем тот же самый. Следующая возможная версия. Человека нет совсем. Дроны работают сами, сами, образуя искусственный интеллект. Вот это, пожалуй, то, что мы в данном направлении должны ждать от следующей войны. Итак, от следующей войны. Ну вот можно здесь задать вопрос. Бытует мнение, что вообще, в принципе, дроны в следующей войне будут менее значимы, что будет что-то, что придет им на смену. Но, возможно, это не так. Я бы ответил в следующем раз. Я даже, как это, это мнение я иногда могу и сам высказать. Но его надо тоже правильно понять. Смотрите, можно ли сказать, что стрелковое оружие в этой войне менее значимо? С одной стороны, оно, конечно, так. Так, современный бронежилет от него более или менее защищает. Основные потери идут не от стрелкового оружия, а от артиллерии, авиации и так далее. Но вы можете себе представить войну без использования стрелкового оружия? Оно перестает быть абсолютным, да? Не оно господствует сейчас на поле боя. Но оно абсолютно необходимо на поле боя. Можно сказать, что с появлением дронов танки утратили свое значение. Только вы это скажете тем солдатам, которые видят того же самого Леопарда. Это сейчас мы уже перестали к ним относиться так серьезно. А я великолепно помню, когда было сказано. Это был январь 2023 года. Вот лет весной они перейдут в наступление с новыми натовскими танками. И мы не знаем, как мы будем с ними драться. А это говорили люди с фронта. Да, сейчас знают. Но когда вы увидите реально идущий на вас танк, поверьте, мысль о том, что танки утратили значение на поле боя, не придет вам в голову. Да, они перестали быть абсолютным оружием. Да, в условиях дронов и противотанковых систем они долго не живут. Но тут есть и вторая сторона проблемы. Скажем, у вас танк, тесно взаимодействующий с дронами. И тумана войны нет ведь не только у противника, но и у вас тоже. И ваш командир танка знает, где располагаются эти самые противотанковые системы. А в отличие от вас в танке, противотанкист, который пользуется тем же приносным комплексом, извините, даже от стрелкового оружия не шибко защищен. И вопрос, при наличии правильной системы управления информацией, успеет он выстрелить? Да, вы можете сказать, что если их будет достаточно много, так вот если их будет достаточно много, то вот это уже будет стоить дороже вашего танка. Аналогия понятна. Вернемся тогда к дронам. Так вот, с этой точки зрения, во-первых, я, пожалуй, выражусь следующим образом. Дроны, к которым мы привыкли сейчас, в значительной мере утратят свое значение. Это всего лишь означает, что в этой области будет чрезвычайно быстрая эволюция. И эволюция пойдет в двух направлениях. Совершенно очевидных, впрочем, уменьшение размеров и заметности дронов, а также цены. Вот будет у вас туча там из тысячи приблизительно одинаковых маленьких дронов. Да, любую из них вы без труда уничтожите. Но при попытке воздействовать на тучу, она рассредотачивается, и вы начинаете ловить эти дронов по отдельности. И вот с этим у вас будут большие-большие проблемы. Сейчас понятно, что этого сделать нельзя. Это вообще-то, как минимум, требует передачи энергии на расстояние. Иначе у вас просто элементы этой тучи, им не хватит энергии батареи для того, чтобы удерживаться. Но если они эту энергию смогут получать, грубо говоря, всем телом, то никаких проблем. Кстати, хорошее обоснование того, что передача энергии на расстояние все-таки придется открыть. Она потихонечку начинает обретать заметное военное значение. И это первое направление. Второе, например, естественно, противоположное. Очень высокоинтеллектуальный, собственным искусственным интеллектом, дорогой, ценный дрон, сделанный со всеми стелс-технологиями, который, тем не менее, все равно дешевле условного F-35, но который в значительной мере готов выполнять некоторую часть его задачи. Кроме всего прочего, мы сейчас уже по умолчанию считаем, что дроны – это воздух. Украинцы нам уже объяснили, что дроны – это еще и море. Большое спасибо за хороший своевременный совет. Но будут дроны, которые находятся на земле. И дроны, что особенно важно в условиях войны в городских условиях, а похоже на то, что любая следующая война будет войной в городах, как уже сейчас происходит в Донецке, то это дроны, действующие в условиях подземных коммуникаций. Вот это следующее поколение, и это будут совсем другие дроны. Ну и, наконец, эволюция дронов. Ну, опять же, это касается, конечно, первого направления мини-терроризации и удешевления. Но речь идет о том, что дроны будут, безусловно, собираться в РАИ, где управление со стороны внешнего управленца, ну, человека, например, будет минимизироваться, а почти все управление будет осуществляться изнутри. Причем, заметьте, РОИ – это даже не обязательно искусственный интеллект. Для того, чтобы РОИ мог функционировать в боевых условиях, ему достаточно иметь несколько простых искусственных рефлексов, что намного проще, чем создавать высокоинтеллектуальные системы. Так вот, РОИ, дроны-универсалы и дроны-тучи в следующей войне будут в обязательном порядке. Более того, я скажу еще более неприятную для всех вещь, особенно для наших военных. Пока вы будете изобретать способы борьбы с дронами этого поколения, и к началу следующей войны вы точно получите эти способы, вы с большим интересом выяснить, что с дронами следующего поколения это не работает. А вообще, дроны, средства борьбы с дронами, у нас очередное соревнование брони-снаряда, но это, естественно, не закончится к ближайшему времени, потому что оно только-только началось на наших глазах. Пожалуй, вот это я бы сказал. Это, наверное, последняя особенность следующей войны. А я полагаю, что ее будут вести уже великие державы между собой, в том плане, что там не будет ограничений на то, что, ну, есть действия, которые по обоюдной договоренности стараются не делать. То, что эту обоюдную договоренность нарушают Украину ударами по Гремскому мосту и нарушил Запад ударом по Северному потоку, ну, в какой-то мере, это, наверное, чуточку стеричная реакция. В целом, однако, в общем, некие правила стараются не нарушать. Ну, например, не начинают охоту за спутниками в зоне наблюдения. Хакеры еще этим немножко занимаются. Ну, а, например, серьезное физическое оружие противоспутниковое не используется. Хотя оно, в общем, есть у российской армии, конечно, есть у штатов, да, может, еще у кого-то есть. У Китая есть точно. Понятно, что в следующей войне это оружие будет использоваться, в том числе будут использоваться ядерные противоспутниковые системы. А это означает, что, грубо говоря, низкие орбиты выметут до основания. Ну, то есть, там, может, останется из современных сотен спутников 2-3, которые, в общем, большую часть времени ничего видеть не будут. А это означает, что у нас начнется война за верхние космические этажи. За те орбиты, на которые сейчас соответствующее оружие не сделано. Где вам будет нужно что-то, что могло на те же самые орбиты бы еще и выйти. То есть, мы вообще с одной стороны об этом говорили, а получается ситуация интересная, да? Что, во-первых, нужно высокие орбиты осваивать и одновременно готовиться к тому, что и поражать цели там тоже нужно будет. Да. Более того. И еще понадобится восстанавливать после каждого очередного удара группировки на низкой орбите. При этом, возможно, придется создавать не орбитальные, а супаорбитальные группировки. В каком плане? Но поскольку все равно группировки долго жить не будут, то супаорбитальные, находящиеся практически в верхних слоях атмосферы, они просто будут дешевле, удобнее. А в общем время их жизни будет ровно такое же. Вообще говоря, следующая война, это, конечно, война за космос. И вот это то, чего мы в украинской войне не видим совсем. Там фактически противник пользуется своим преимуществом в космосе, вернее, не своим, а западным. А мы, в общем, пытаемся на это как-то реагировать, создавая свои группировки, которых, впрочем, тоже никто не противодействует. Но в следующей войне это, конечно, будет не так. И, конечно, следующая война, ну, я позволю себе сказать очень резкую фразу. Она заведомо выйдет за пределы городов и станет войной с продовольствием. Следующая война, в известной мере, вернется к войнам совсем ранних этапов человеческого существования. Когда становилось понятно, что если вы сломили возможность противника к производству продовольствия, то вы тем самым его уничтожили. Вот сейчас очень похоже, что мы начинаем снова двигаться к тому же самому. Войну против тех экологических систем, на которые противник ориентируется в своей жизни. То есть война против источника жизни страны. Опять же, естественно, никто не занимается этим на Украине. Хотя, конечно же, я так с некоторым сожалением прочел информацию о готовящемся теракте с использованием отравляющих веществ. Но то, что в следующей войне это, скорее всего, будет использоваться, почему будут использоваться масштабно, не для уничтожения живой силы, а именно для выведения из строя больших поверхностей. Ну, это очень неприятный момент. Я хотела задать вопрос, не является ли это тоже каким-то правилом де-факто, например, этого не делать, потому что восстанавливать большие поверхности экосистемы достаточно тяжело. Ну, если не использовать что-то достаточно простое. Ну, в принципе, это классическое преступление против человечества. Но быть готовым к таким видам боевых действий сторонам придется. Хотя, чисто формально, это преступление против человечества. Я сейчас вспоминаю одно высказывание известного советского борца. Правда, придется, наверное, в обратном порядке его процитировать. Он говорил, что если хотите быстро посадить деревья, используйте тополь. А если хотите быстро насадить спорт, делайте везде футбольные площадки. Чувствуется, что в таких историях, видимо, придется использовать какие-то средства, которые очень быстро по территории распространяются. Что-то простое, что неприхотливо растет и, в общем-то, будет как тополь. Но есть точка зрения, не моя, правда, но я с ней согласен, о том, что все вот эти разговоры про экологию, ее восстановление связаны не с реальными экологическими проблемами, а с тем, что кто-то уже готовит схемы экологической войны. И, естественно, после этого нужно ставить вопрос о том, как потом все это дело возвращать в прежнее состояние. Кстати, возможно, это даст колоссальный опыт для того, чтобы справляться с антропогенными загрязнениями, то есть с тем, что не военное, а промышленное. Во всяком случае, в этом направлении движение будет. Ну, собственно говоря, вот эти три направления, которые, как я считаю, изменятся в следующей войне. Другие дроны, искусственные интеллекты, роевые решения, космос, экологическая война. Что ж, будем к ним готовиться. Спасибо. Спасибо.